Альтернативы. Если ограничить применение аксиома выбора только конечными и счетными множествами, получается аксиома счетного выбора. Она вполне достаточно для обоснования большинства теорем анализа и не создает указанных выше парадоксов. Однако ее недостаточно для обоснования многих положений теории множеств. Еще один, несколько более сильный вариант аксиома зависимого выбора, но и она не подходит для нож теории множеств. В 1962 году польские математики Ян Мочельский и Гуга Штингаус предложили взамен аксиома выбора так называемую аксиома детерминированности. В отличие от аксиома выбора, который имеет интуитивно понятную формулировку и противоречащую интуиции следствие аксиома детерминированности, наоборот, имеет неочевидную формулировку, однако ее следствие куда лучше согласуется с интуицией. Из аксиома детерминированности вытекает аксиома счетного выбора, но не полная аксиома выбора. Следствие аксиома детерминированности в ряде ситуаций противоречит следствиям аксиома выбора, например, все множество вещественных чисел измеримы полибегу, а мощность континуума непосредственно следует за счетной, без промежуточных мощностей.